МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2019 году девица дня – цифровой мир, надежные смарт-устройства. Девиз актуален. В настоящее время в мире насчитывается более 23 миллиардов подключенных смартфонов. К 2025 году эта цифра может увеличиться втрое. Массовое внедрение смарт-устройств в жизнь людей требует понимания проблем, безопасности, защиты и конфиденциальности. Я хочу представить наших экспертов, которые пришли к нам в студию. Это Екатерина Калюшина, адвокат. Здравствуйте, Екатерина. И Максим Романов, руководитель отдела обучения и развития персонала магазинов «Алкотека». Максим, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Насколько актуальна тема защиты прав потребителей? Насколько часто такие дела рассматриваются? Их день, кстати, рассматривается. До суда доходят? Конечно, доходят. Но обращение в суд – это крайняя мера. Все-таки большинство споров разрешаются путем досудебной подготовки. Стороны имеют право заключить мировое соглашение в любой стадии. Конечно, потребители имеют право обратиться не только в суд, как к крайнюю меру, но и в Роспотребнадзор, особенно если касается продуктов питания некачественных. Потребители могут обратиться даже и в правоохранительные органы, когда речь идет о чистом мошенничестве. Безусловно, мы встречаемся каждый день с недобросовестными продавцами, поставщиками услуг. То есть перечень большой, на самом деле, для защиты прав потребителей. А что показывает практика? Чаще всего на стороне потребителя оказывается закон? Конечно, безусловно. Потому что поставщики и продавцы не всегда соблюдают требования законодательства. Они чаще их не соблюдают, чтобы получить большую выгоду. Поэтому и суд, и правоохранительные органы становятся на защиту потребителя. Максим, к вам вопрос. Всегда ли клиент прав? Как показывает практика? Конечно же, в большинстве своем прав. От этого мы никуда не уйдем. Но действительно есть ситуации, когда наши потребители не до конца правильно понимают свои права, не до конца понимают свои обязанности. Но в любом случае, мы в своих магазинах всегда стараемся придерживаться принципа, что покупатель всегда прав. Ну вот это понятие потребительский терроризм. Я понимаю, что оно появилось не у нас, оно появилось в США. Все это помнят. Вот эту историю, когда полмиллиона долларов получила какая-то местная жительница, которая обожглась кофе и засудила сеть кофеин. Это все-таки история скорее туда, на Запад, в США. У нас потребительский терроризм встречается? Вы знаете, покупатели, конечно, как и все мы, бывают разными. И по-разному подходят к решению вопросов. И, ну, что хочется сказать, покупатель точно стал умнее. Покупатель точно лучше стал знать свои права, свои обязанности, и это хорошо. И сказать, что это только западное явление, наверное, нет. Наверное, для России это тоже актуальный вопрос. Но таких масштабов, наверное, бедствия, как там, у нас пока еще нет. Вы знаете, сложно сравнивать, потому что разная система рынка, у нас и на Западе, разные подходы к покупателю. Ну и, соответственно, по-разному простраивают свои стратегии различные торговые сети. Поэтому, ну, нельзя сказать однозначно. Скажем так, Россия всегда была несколько обособлена и по-разному подходила к ситуации. Поэтому, скорее, нам нужно выстраивать свою систему. Екатерина, вы согласны с Максимом, что покупатель стал образованнее, умнее? Конечно. У нас доступны средства системы интернет. У нас сейчас активно развито гражданское общество наше. Достаточно много организаций, которые предоставляют, общественных организаций предоставляют помощь в защите прав потребителей. Администрация может предоставить. То есть люди с каждым днем получают все больше и больше информации, и, безусловно, становятся грамотнее. Становятся ли требовательными? В принципе, и к вам, и к вам вопрос. Потому что я-то еще помню, не знаю, там советский магазин, когда купил, урвал, и все, и ты счастлив. А там уже есть какие-то мелкие недочеты. Ну, бог с ним, можно закрыть глаза. Сейчас, когда такое изобилие, когда огромная конкуренция, становимся ли мы требовательнее к тем продуктам, которые покупаем, и к тем услугам? Безусловно. Вот один раз вы обожглись, ну, допустим. Вы обожглись и получили опыт какой-то неблагоприятный. А вы уже не хотите второй раз наступить на те же грабли. Конечно, вы будете читать больше информации, советоваться с кем-то. Конечно, вы будете требовательнее. Конечно, покупатель сегодня идет в первую очередь за сервисом. Но ни для кого не секрет, что Краснодар, Краснодарский край, это один из наиболее насыщенных рынков в России с точки зрения торговых сетей, с точки зрения предложения товаров и услуг. И, соответственно, наш покупатель сегодня, конечно, выбирает. И, ну, точно, если компания хочет продолжать оставаться на рынке, быть успешной, рентабельной, эффективной, точно должен предоставляться определенный уровень сервиса. И покупатель сегодня стал гораздо более, ну, скажем так, с одной стороны, изысканным, с другой стороны, требовательным. Ну, и это, наверное, хорошо. То есть вы считаете, что это хорошо? Конечно. К нашему разговору сейчас подключается специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Михайловна Дорхова. Татьяна Михайловна, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Татьяна Михайловна, как часто в нашем регионе нарушаются права потребителей? Вот тенденция, мне интересно, жалоб становится больше или меньше? Вы знаете, по вопросам защиты прав потребителей, конечно, поступает значительное количество жалоб. Но хотелось бы отметить тенденцию, что, в принципе, в 2017-2018 как бы примерно на одном уровне. Так, например, в 2017 году, если было 10 686 жалоб по вопросам защиты прав, то в 2018-м 10 553, то есть примерно на одном уровне. А какие отрасли, может быть, торговли и услуг вызывают больше всего нареканий у потребителей? Какого плана жалобы поступают в Роспотребнадзор? Ну, нареканий больше всего, если это торговля, то в последнее время это сотовый телефон и мебель. Бытовая техника как бы уходит на третий план. Если раньше были вопросы по бытовой технике, то сейчас в основном это сотовый телефон и мебель. В основном это качество, по мебели это нарушение сроков доставки и так далее. По услугам это, конечно же, в первую очередь ЖКХ, банковские услуги, услуги связи. Ну и что показывают ваши проверки? Жалобы краснодарцев, кубанцев, они оправданы? Вы знаете, жалобы зачастую подтверждаются. Но хотелось бы отметить, что жители сами должны быть как бы внимательны при выборе товаров и услуг. Управлением большая работа проводится, профилактическая. Это и уроки в школах, в учебных заведениях. Это и горячие линии на постоянной основе. Это и разъяснения потребителям с тем, чтобы при выборе какого-то товара и услуг он мог ознакомиться, прежде чем сделать свой выбор. Ну и мне интересно тоже ваше мнение, становятся ли жители нашего края более грамотными в выборе товаров и услуг. Да, видимо профилактическая работа, которая проводится и муниципальными образованиями, поскольку в каждом муниципальном образовании есть специалисты, занимающиеся вопросами защиты прав и общественное выведение по защите прав, работу которых координирует управление Роспотребнадзора. И хотелось бы отметить, что жалобы стали более грамотные в том плане, если раньше люди не знали, что требовать, не знали, как вопрос поставить, то сейчас они уже более правильно, ссылка на законы о защите прав, на статью 18 закон о защите прав требуют. Но хотелось бы отметить, что имя специалисты разъясняют еще допретензионный порядок. То есть заявляя о том, что они хотят, допустим, наказать тот или иной хозяйствующий субъект или принятие к ним мер, закон 294 федеральный предусматривает досудебный претензионный порядок к хозяйствующему субъекту. То есть если человек обратится в досудебном порядке с местной претензией, то возможно данный хозяйствующий субъект и решит его проблему. Если же вопрос имущественного характера не решается в досудебном порядке, то ни одна контролирующая организация, никто не может решить, как обратиться в суд. Спасибо, спасибо большое. Татьяна Дорохова, специалист управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, была с нами по телефону. Максим, я хотел, знаете, такой момент уточнить. Клиенты сети алкогольных магазинов, это же особый клиент, правильно? Он же отличается от среднестатистического клиента вообще магазина? Вы знаете, мне кажется, не совсем корректно разделять клиентов как-то по классам, потребителей алкогольных магазинов, магазинов бытовой техники. Это на самом деле не суть важно. Главное, чтобы клиент магазина вышел довольным. То есть это, по крайней мере, задача сотрудников наших магазинов. Но бывают клиенты, которые приходят, и они сразу начинают провоцировать продавцов на конфликт? Ну, вы знаете, да, ну, как бы, конечно же, есть клиенты, которые изначально заходят раздраженные. Ну, то есть, не знаю, он там неудачно припарковался, да, там, пока проехал по всем пробкам. Ну, может быть, масса причин, да. Да, безусловно. И, конечно, есть клиенты, которые приходят с определенным таким градусом раздражения. Но, в любом случае, задача любого сотрудника нашего магазина сделать так, чтобы это раздражение преобразилось все-таки в удовольство. Мы еще поговорим, как вы этому обучаете. Экстерина, я правильно понимаю, возвращаясь к разговору со специалистом Роспотребнадзора, что, в принципе, в основном большинство дел, они в досудебном порядке и как-то урегулируются? Большинство, да. Но и в судебном порядке есть возможность заключить мировое соглашение. И лучше худой мир, чем война, в любом случае. Потому что, если потребитель идет до конца и, так сказать, нарушивший закон поставщик услуги или товара, не хочет пойти навстречу, потребитель может и не получить деньги в итоге. Понимаете? То есть лучше заключить мировое соглашение и остаться с чем-то удовлетворенным, скажем так, с денежными средствами, какими-то компенсацией, чем иметь возможность быть с исполнительным листом. А бывают прям затяжные такие войны? Бывают, конечно. Несколько лет, да, которые для отца? Ну, лет не знаю, но 3-6 месяцев. Мне хочется, чтобы вы дали, не знаю, какие-то такие золотые советы, да, вот людям, которые идут в магазин или обращаются за приобретением товаров. Не знаю, элементарно, всегда забирать чек. Я вот просто грешу иногда, не забираю чек, а потом сталкиваюсь с тем, что хотелось бы вернуть, а чек уже допустим. Вот, видите, я стараюсь чек всегда сохранить. А мы с вами по привычке идем в магазины, чеки можем не взять. Да. А, безусловно, нужно требовать чеки, особенно на непродовольственные товары. Ну, как же так без чека остаться? Как потом доказать? А если вы идете в салон красоты, вот большинство женщин просто привыкли ходить в салоны красоты и не получать никакой квитанции, а так нельзя. А как потом доказать, что, допустим, покраска произошла некачественными товарами, ну, не дай бог, там волосы выпали или еще что-то, ну, или какая-то иная услуга. У нас люди беспечны в этом часто, и, конечно, безусловно, нужно сохранять документы всевозможные, спрашивать о сертификатах, тем более, если первый раз сталкиваетесь. Ну, это же неудобно, понимаете, все, как это вот пойти, покажите ваши сертификаты, сразу понимаешь, что к тебе отношение уже будет не то, ты уже не такой любимый клиент. Ну, что значит неудобно? У добросовестных поставщиков услуг и производителей есть специальный уголок, на котором есть эти сертификаты. Приходят клиенты, покажите, пожалуйста, ваши сертификаты, ваш лицей, бывает, да? Конечно, конечно, бывает. Это к вопросу о том, что клиент всегда хочет быть уверен в качестве, которое ему предоставляется. Он хочет понимать, за что он платит свои деньги. Поэтому, конечно, такие клиенты есть. Если вдруг я остался недоволен той или иной покупкой и пришел в магазин вернуть, и мне сказали, нет, мы не будем возвращать вам, я понимаю, что мои права нарушаются. Как мне дальше поступить? Что делать? Я советую сразу фиксировать данные события, обратиться тут же с заявлением о возмещении, об описании ситуации, во-первых, возможно, продавец. Обратиться куда? А тут же, в этом же месте, вот когда вы, допустим, вернули, возвращаете, ну, к примеру, обувь. Да. Часто бывает так, что обувь некачественная. У вас отказывается, допустим, продавец принимать этот товар. Но продавец это не лицо, принимающее решение. Хотя они должны пройти инструктаж специальный, как работать с клиентом. Безусловно, то, о чем говорил мой сейчас сосед. Коллега. Да, коллега, да. Вот. То есть все идут за сервисом. И тут тоже самое важное. Если человека примет правильно продавец, примет заявление у него, даже если продавец не прав, человек подумает, а, значит, все хорошо, меня слышат, и мой вопрос могут решить. Если его вопрос будет удовлетворен, он, безусловно, останется клиентом этой организации. Также будет дальше совершать покупки. Но, к сожалению, если продавец ему отказал, в дальнейшем еще организация откажет, то, конечно, человеку ничего не остается, как пойти в суд. Безусловно, здесь еще вопрос экспертизы очень важен, поскольку по закону защиты прав потребителя экспертизу должен сделать продавец. Но не всегда продавец хочет тратить деньги на это. Подождите, бывают случаи, когда экспертизу оплачивает покупатель, и потом, если подтверждается, что товар был некачественный, тогда ему возмещаются эти деньги. Конечно, обязательно. А если это рынок, здесь регулируется тоже как-то отношение? Здесь же и чека нет, и не особо претензии. Если вы покупаете продукты питания, то допустимо. А если это товары бытового назначения, какие-то непродовольственные товары, то все равно требуете чека. Максим, вот такой вопрос. У вас должность руководителя отдела обучения и развития. Чему обучают и как развивают сейчас продавцов-консультанты? Ну, собственно, ключевые блоки обучения, которые мы на сегодняшний день ведем, это, конечно, обучение ассортименту, то есть знание, что это за продукция, как ее лучше использовать. Это следующее направление работы. И, собственно, это как раз-таки направление работы с клиентом. Это стандарты взаимодействия, это как раз-таки вопросы защиты прав потребителей, то есть то самое предоставление чеков, это предоставление, то есть как правильно и в каком формате, конечно же, предоставлять там те самые документы, которые требуют зачастую наши покупатели, чтобы удостовериться в качестве продукции. Если говорить про форматы обучения, то, конечно же, изначально любой, ну, то есть у нас не приступает сотрудник к исполнению обязанностей, если он не прошел вводного инструктажа, то есть это изучение теории, это работа под курацией наставника, и в дальнейшем, собственно, непосредственно самостоятельная работа под контролем администратора. На улице Красной родной кофейни мне понравилось одно объявление. Если вам не дали чек, кофе за счет заведения. Мне кажется, отличная практика. Спасибо, спасибо огромное, что пришли. На студии была Екатерина Калюжная, адвокат, и Максим Романов, руководитель отдела обучения и развития персонала магазинов «Алкотека».